Лазурный берег, шум волны и морской воздух. Место идеальное для неспешного отдыха, но сюда чаще приезжают не насладиться красочным пейзажем, а получить медицинскую помощь. Именно это терапевтическое отделение в поселке Джубга и было взято на карандаш Анной Миньковой после посещения Краснодарского госпиталя ветеранов. Тогда к заместителю губернатора обратилась Лидия Братикова. Женщина рассказала о ситуации с медицинской помощью у себя в районе. Как объяснила пациентка. В 93 года она вынуждена ездить на лечение в Краснодар. У нас закрывают больницу. Я живу в Жубге. Топсинский район. Какую больницу закрывают? Ну она называлась не поликлиника, а больница в самой Жубге. Там когда-то в 70-м году даже было родительное отделение. Там была хирургия. А сейчас закрывают совсем. Сделали дневное обслуживание. Куратор соцблока приехала лично разобраться, почему люди жалуются на больницу. Сейчас в учреждении есть только терапевтическое отделение и дневной стационар на 14 мест. За более серьезной помощью и круглосуточным наблюдением пациентам приходится ехать в другие клиники. Мы все равно должны с вами сделать так, чтобы здесь изменить ситуацию, потому что жалобы есть. То есть людей не устраивает то, что они не могут здесь получить качественное медицинское обслуживание. И у них не было бы необходимости ехать в Михайловск. Чтобы люди были довольны и получили как минимум тот минимум, который необходимо получить. Если мы здесь построим это здание, сделаем капитальный ремонт. После капитального ремонта отделения здесь планируют открыть офис врача общей практики. Уже разрабатывается проектно-сметная документация. В учреждении закупят новое оборудование для диагностики и лечения, а также расширят штат врачей. Возможно, и медиков из других регионов заинтересуют вакансии. К слову, специалисты часто выбирают наш край для работы. Откуда приехали? Из Роскутской области. Почему приехали сюда? Почему Краснодарский край выбрали? Вообще Краснодарский край сам по себе красивый достаточно, тем более на море. А вы здесь себе жилье в джубке купили? В ипотеку взяли. В ипотеку взяли. Сразу получила миллион. И зарплата здесь позволяет нормально жить? Да, да. С ребеночком помогли тоже устроить детский садик. Я очень рада. Да, мне нравится. Мы рады, что вы у нас в Краснодарском крае. Спасибо. Мы всегда рады врачам, учителям. Добро пожаловать. Вице-губернатор также проверила, как в общем развивается социальная сфера Туапсинского района. Анна Менькова посетила детский сад в поселке Джубга. Он работает почти 30 лет и уже требует обновления. Муниципальные образования, которые, собственно, являются учредителями школ, детских садов сегодня, вы не должны забывать, что это ваша зона ответственности в том числе. И, конечно, мы должны поддерживать социальные объекты в приличном состоянии. Новую школу в следующем году откроют и в поселке Молдавановка. Анна Менькова проверила готовность объекта и осмотрела здание, в котором сейчас занимаются дети. Всего 61 человек. Учебное заведение вмещает пять классов. Кабинеты оснащены компьютерами и интерактивными досками. Есть небольшая столовая и открытая спортплощадка. Мальчики и девочки ходят в походы и занимаются шахматами. Мы должны понимать, что первое основное – это качество образования. Очень важно, чтобы любая школа, большая городская или такая маленькая сельская школа, давала правильный качественный образовательный результат. Замглавы региона также пообщалась с педагогами и детьми. Анна Менькова отметила, что образование в сельских школах Кубани сейчас не уступает городскому. Это доказывают результаты итоговых экзаменов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.